Черная пятница 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 Вместе они накопили огромное количество американского золота, которое надеялись затем продать с большой выгодой для себя и тем самым пополнить свои карманы. В пятницу, 24 сентября, их рискованный сговор развалился по швам, в результате чего американский рынок золота оказался в состоянии свободного падения, а множество американских брокеров остались без гроша в кармане. Прямым последствием «Черной пятницы» стал временный упадок Нью-Йоркской фондовой биржи и длительной «железнодорожных акций», превратившихся из респектабельных бумаг в спекулятивный инструмент. На Уолл-стрит разорились мелкие маклерские конторы. Последствия действий спекулянтов неизбежно отразились на экономике США в целом. Таблоиды стали называть этот мрачный день «Черной пятницей», что свидетельствует о наступившей темноте и ужасе. Толпы и насилие в 1950-й год – 1960-е годы В 1950-е годы термин «Черная пятница» получил широкое распространение среди полицейских, особенно в Филадельфии и Питтсбурге. Они использовали этот термин в качестве негативного обозначения хаотического водоворота, в котором оказывались покупатели, приехавшие в город за выгодными предложениями на следующий день после Дня Благодарения. Помимо широкомасштабных распродаж на улицах, в субботу проходила игра армии и флота, которая также привлекала посетителей из разных уголков города. Возникший водоворот огромных, неуправляемых толп быстро вышел из-под контроля, что привело к пробкам, автомобильным авариям, кражам в магазинах и насилию. Все это заставило сотрудников полиции с трепетом и страхом встречать один и тот же день в году. К 1960-м годам термин «Черная пятница» стал широко использоваться в США и за их пределами, вызывая негативные ассоциации с толпами людей, беспорядком и насилием. Городские торговцы попытались переименовать этот день в «Большую пятницу», чтобы снять негативные ассоциации с одним из самых прибыльных времен года на коммерческом рынке. Но новое название так и не прижилось. Коммерция в 1970-й год – 1980-е годы. Во время рыночного бума 1970-х – 1980-х годов спекулянты искали способы придать термину «Черная пятница» более позитивной ассоциации. Он стал использоваться в коммерческих целях, обозначая предполагаемый переход от «красной – убыточной» деятельности магазинов, «черной – прибыльной», обусловленной всплеском покупательской активности в праздничный период, когда покупатели приобретают товары со значительными скидками. Действительно, когда-то предприятия использовали термин «красная» для обозначения убытков, а «черная» для обозначения прибыли, но связь между этой терминологией и «черной пятницей» в том виде, в котором она известна сегодня, в значительной степени обусловлена рядом продуманных маркетинговых стратегий. Снижение цен в магазинах по всему миру привлекло толпы людей со всего мира, и теперь эта дата является синонимом безумного рождественского шопинга. Помимо того, что этот день занимает весь ноябрь, он оброс целым рядом дополнительных мероприятий, таких как «Суббота для малого бизнеса», «Воскресенье для малого бизнеса» и «Киберпонедельник», направленных на стимулирование местной и международной экономики. К счастью, благодаря онлайновым покупкам теперь можно в значительной степени избежать толчий, характерный для прошлых десятилетий. К концу 70-х годов газеты «Филадельфии» стали использовать термин «черная пятница» для обозначения начала праздничных покупок. В 80-х годах этот термин полностью вошел в обиход компаний для продвижения предложений и распродаж товаров. С годами «черная пятница» становится все более популярной, поскольку розничные компании активизируют усилия по привлечению покупателей. Популярность «черной пятницы» еще более возросла с появлением интернет-магазинов, позволяющих людям участвовать в ажиотаже, не выходя из дома. Нэнси Кён, историк и профессор Гарвардской школы бизнеса, утверждает, что термин «черная пятница» в том виде, в котором людям он известен на сегодняшний день, представляет собой смесь ссылок и терминов, связанных с культурной историей. По ее словам, не было какого-то определяющего момента, который заставил бы нас называть «черную пятницу» «черной пятницей». Это действительно эволюция языка и определение, практики розничной торговли и реакции потребителей на это. Оглядываясь на «черные пятницы» последних лет. Еще до пандемии COVID-19 появились признаки того, что «черная пятница» превращается из преимущественно «магазинной» в онлайн-распродажу. В 2019 году, по данным Национальной федерации розничной торговли, «черная пятница» впервые в истории обогнала «киберпонедельник» как самый оживленный день для покупок в интернете. После этого обстоятельства следующий 2020 год только еще больше подтолкнул ретейлеров к тому, чтобы переосмыслить свои типичные предложения по проведению «черной пятницы», продвигая покупки в интернете и превращая однодневные распродажи в многомесячные акции. Эти усилия пошли на пользу ретейлерам, по данным НРФ, в 2020 году число онлайн-покупателей в «черную пятницу» впервые в истории превысило отметку в сотый год MLN человек, что на 8% больше, чем в 2019 году. В 2021 году и 2022 году ретейлеры подходили к «черной пятнице» с аналогичной стратегией, что привело к сопоставимым тенденциям. По данным НРФ, каждый год с 2019 года «черная пятница» превосходит «киберпонедельник» по общему числу онлайн-покупателей. Хотя, по данным Adobe, исторически люди тратили больше в «киберпонедельник», чем в «черную пятницу». Это может быть связано с тем, что на сайтах ретейлеров размещены сообщения о том, что «киберпонедельник» — это последний шанс покупателей воспользоваться предложениями, или часы отсчитывают секунды до его окончания, считает доктор Рос Стейнман, профессор потребительской психологии университета УИДНР. Принуждение к тому, чтобы успеть до полуночи покинуть магазин, придает распродаже игровой аспект и делает покупателей более конкурентоспособными в процессе поиска предложений. Скидки в преддверии праздника дают людям возможность распределить свои расходы, что может привести к меньшему всплеску продаж в саму «черную пятницу». Именно это и произошло во время «черной пятницы» 2021 года, когда рост впервые изменился по сравнению с предыдущим годом. Продажи составили 8,9 миллиарда долларов по сравнению с 9 миллиардов долларов в 2020 году, по данным Adobe. Некоторые связывают рост розничных продаж с инфляцией, однако, по данным НРФ, явка покупателей в 2022 году подчеркивает, что за этим стоит потребительский спрос. В «черную пятницу» и «киберпонедельник» люди совершают больше покупок, чем когда-либо прежде, благодаря предложениям в магазинах и в интернете, большому количеству времени для просмотра предложений и общему стремлению к экономии в условиях надвигающихся экономических проблем. Заглядывая в будущее «черной пятницы» 2023 года В 2022 году главным препятствием для проведения «черной пятницы» и «киберпонедельника» была инфляция, и эксперты не были уверены, что экономические проблемы покупателей перевесят их энтузиазм по поводу распродаж. В конечном итоге, как никогда ранее, больше покупателей воспользовались предложениями, и эксперты прогнозируют, что в 2023 году продажи в эти дни, а также в целом праздничные продажи возрастут. НРФ ожидает, что общий объем праздничных продаж в ноябре и декабре этого года вырастет на 3-4% по сравнению с 2022 годом. Это более медленный темп по сравнению с предыдущими годами, но он соответствует среднегодовому росту праздничных расходов на 3,6% в период с 2010 по 2019 годы. Эксперты не сомневаются, что в этом году в «черную пятницу», как и в целом в праздничный сезон, доминировать будут покупки через интернет. Помимо доставки товаров на дом, покупатели, по мнению экспертов, продолжат пользоваться преимуществами опций «купить в интернете и забрать в магазине», а также «забрать сразу», если они хотят получить товар в руки в тот же день, когда его приобрели. По мнению экспертов, также растет популярность покупок через социальные сети, такие как Instagram и TikTok.